Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Василюк и сегодня я вам покажу, как сделать мак. Для этого нам нужна 5 сантиметровая лента 4 куска по 7 сантиметров и зеленого цвета для серединки. Делаем лепесток. Обрезаем края с двух сторон. Зажигалкой аккуратно обжигаем. Обжигая середину, смотрим, чтобы не почернил край. Таких лепестков у нас должно быть 4 штучки. По краю ленты сшиваем. Складываем лицевой стороной и стягиваем нить. Хорошо сшиваем узелок, чтобы у нас не разошелся шов. Такой получился у нас двойной лепесток. Таких лепестков у нас должно быть 2. Сейчас берем зеленую ленту. Вырезаем 5 сантиметров. Обрезаем края, чтобы получился кружок. Аккуратно обжигаем зажигалкой. Берем иголку с ниткой и прошиваем по краю. Теперь стягиваем нить, чтобы получилась у нас такая штучка. Мисочка. Сейчас обыкновенную вату складываем и вкладываем в середину нашей мисочки. Сейчас стягиваем аккуратно, чтобы у нас не порвалась нить. По центру стараемся просадить нашу иголку с ниткой. Делаем такие стежки. И опять. Таких стежков у нас должно быть 8. Или как у кого получится. Получилась такая красивая сердцевинка. Можно сделать еще черного цвета. Кому как нравится. Теперь нам нужны тычинки. Тычинки можно сделать своими руками. Или же купить. Но сегодня мы сделаем сами. Для этого нужна ножница и обыкновенная нить. Выматываем нить на ножницы. Посредине связываем. Если кого-то интересует, как это делается, можно посмотреть на моих видео. Сейчас склеиваем лепесточки один на другой. Теперь клеим тычинки. Сначала одну, потом вторую. Теперь склеиваем сердцевинку. Сейчас можно добавить листочки. И у нас получается симпатичная маковка. Ее можно приклеить на заколочку. Или же на обруч. Но обруч желательно еще добавить элементов. Поэтому мы сегодня будем клеить на заколку. Получилась симпатичная маковка. Так что заходите на мой канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новинки. Смотрите другие мастер-классы. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»